друзья мои всем приветики у нас время день день у нас сегодня девочки хмуренький небо у нас такое вот такое девочки у нас небо дороги наши снег весь растаял кстати снегири прилетели у нас на яблони снегиречки сидят яблочки клюют так что тепло так то погодка хорошая замечательная муж уже приехал о 9 ну давай мне давай сыра грязно ну че сейчас сыра грязно виталия пошли за коляской с матвейкой даня у нас сегодня уехал в лагерь вот в лагерь уехал и остались мы одни сына вы куда пошли то идите к нам ну все муж решил выгнать скотину потому что потому что они какают и кушают много кто-то писал ченкин все на дорогое медведя загляни ну что вот все на типа дорогой а вы вроде не берегете но смотрю смотрю сена миша иди давай ну вот такие кочки кочки да конечно они эти кочки есть не будут миша пошли давай все давай как бы тебя выгнать то давай 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 выходи ему жевать надо давай шагай не хочет идти смотри-ка ты все на хочется жевать давайте гуляйте они коровки так что сейчас привяжет муж коров миша давай топай 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 привяжет и хотим мы съездить в светофор я на днях тут рис покупала девочки сына подгоняют этого мишу я пойду отца корову возьму подгоняйте его он что-то не идет рис покупала хотела еще закупиться продуктами так что поедем ну вот катьку привязал муж писали в прошлый раз девочки кто-то написал у вас коровы жигать не это как не лось или не верблюд нет не дни лось наверное лось нет же олени не олень ну трава типа замерзший девочка у нас ничего не замерзший у нас все растаявшие и прошлый раз тоже давай выкатывай ну к чё давай давай подержу перчатки такая вот у нас трава чё не все равно сейчас пока растаяла они ходят жуют потому что грязно сыра лужи такие небо хмурнятская я грудь влияет на все таки погода на нас потому что и обстановкой обстановка в мире и погода и все в кучу так что пусть попасутся в воздухом подышит а ну давай ты съездишь потом приедешь ну время мало еще смотри мы ходим он прогуляться до этой до нашей набережной погуляем сходим да а ты чё ты потуда с нами но я вот пытаюсь выйти потом по да отстань через ту кучу она какие-то зеленые листики ищет находит жует ну что дорогой у тебя сегодня последний день лечения до а завтра еще так что сейчас нагуляемся потом муж приедет он по делам съездить и поедем в магазин закуп про закупляться скупляться с девочки слово такое сказала вот придирается к моим словам вот я скажу ничего не не так да бывает у меня бывает саша иди сюда откуда это слово взялось в моей в моем лексиконе слова скуплять скупляться кто-то писал что ты на херсонщине жил у них там так говорят или что-то причем тут моя кровь я так не разговаривала мы с тобой жить начали я девочки удивлялась этому слову у него сестра так говорит сестра у тебя так говорит всегда я раньше все удивлялся грудо что за слово то такое как так по магазинам покупки делать купить что-то ну в общем каждый по-разному разговаривает но они скуплялись ездили скупались скуплялись как-то скуплялись конкретно тогда буква л там она всегда так говорит мне кажется я лично лично я говорила закупать закупить много продуктов закупить надо сегодня мы поедем делать большую закупку так что вот так девочки козы там тоже он бегают кричат козы козлики ну по суто чё чё делать-то чем в конюшне-то сидеть как говорится потом навоз ворочать воздух свежий дышать гуляли бы вот но так что так что вот так вот мы девочки приехали в светофор смотрим мы уже взяли все что нам нужно а тут увидела рыбку решила включиться семга подкопченная ну да подкопчена 206 рублей такие вот кусочки небольшие горбуша есть по сто пятьдесят семь рублей девчонки пишите кто брал рыбу здесь и хорошая ли она потому что я что-то не рискую ее брать скумбрия 316 рублей балтийский берег так что такие цены ты яблоки выбираешь да там уже выбирать не из чем вчера вчера были здесь не выбирай вкусные яблоки кстати пахнут ароматно пахнут свежими яблочками так что мы уже вон прикупили полную корзину ну вот сейчас фикс прайса еще заедем и потом домой да не не смеши господи кому ты их яблоки то есть себе ну бери выбирай кулечек забирать изгрет себе мы вчера повыбирали сколько можно было а сегодня здесь все уже пусто ну можно шарлотку сделать или компот сварить ну по такой цене конечно цена смешная на яблоки реально вкусные новинка вон колбаса хуторская но на колбасу девочки вообще не смотрю не хочу я брать здесь колбасу почти полная корзиночка у нас посмотрим ага насколько у нас все выйдет груза взяла две пачки порошка вот такого в один дом и во второй кофе тоже в общем все по два ну вот девочки наша покупка вышла на 3484 рубля давай туда ну-ка он там смотри-ка сидит какие туда сейчас в багажник сложен багажник саша ты нам не поможешь надо же это все выгрузить вот таких вот сколько мы три пачки взяли три пачки взяли таких да порошка спагетти девочки вот такое спагетти ну чтоб дома не показывать такой по 40 рублей коробка целая 20 штук ну все ложь давай ну а там мелочевка дома посмотрим так что немножко под затарились да а чё ты так взглядываешь на меня да не обманывать ты очень любишь метрополис девочки заехали за сахаром немножко взяли два мешочка две бутылки масла сына я вам звоню звоню селедки еще хочу да сейчас селедки сейчас еще свеженькой солененькой свеженькой да что-то селедки захотелось выгружает девочки рис но сколько тут 10 штук я хотела цену сахара посмотреть сахар по какой цене так удак сахар то у нас 47 рублей 95 копеек это в принципе неплохая цена так что такой сахар девочки в метрополисе не знаем мы всегда метрополисе брали последний раз мы брали два мешка и вот у нас буквально недавно сахар закончился что все вы сюда принесли надо будет это все поубирать так один-то мешочек туда дом так что деньги получу буду мешками брать пару мешков купли куплю и не заглядывай так что такие вот три пачки порошок такой вот них одну суда одну туда но мы пока суда в этот дом все в общем выгрузили спагетти кстати не подожди от мы не это спагетти сына а почему мы с тобой нет это не по 40 рублей мы с тобой не топ спагетти взяли там девчонки было спагетти по 40 рублей 900 грамм а мы маленькие по 19 рублей взяли да 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 надо по чеку посмотреть коробку ну вот видишь как а я не видела мы одно с тобой коробку то взяли ну вот так ну ничего чего и это съестся конечно пусть она будет так что убираю в контейнер у меня кстати дома там большой это контейнер 500 грамм а я бы хотела взять 900 грамм мне тебе понравились погодить это ну ну что сейчас ладно и это хорошо распаковка распаковка про сахар летом же варенье варили пусть немного но все равно сахар уходил плюс заготовки и считать все охватились сахара нема у нас сахарница здесь все и немножко там что мешки так что какой-то мороженый по себе выбирал по 105 рублей ананасовый давайте в пакет муж тебе яблочки взял яблочки мороженое получается что получается вот так вот она три пачки за и 2 нам да выбрали то что кто что хочет виталия такое захотел я и захотела себе вот такое мороженое купить ну как себе сюда такой вот и вот такое вот будем кушать мороженое а ты чё то не захотел такой взять он дорогой я сказала бери что хочет парень любит деньги считать у нас масло сына бутылку масла тут дом на держи держи так хлеба надо туда да такой вот на держи вам тогда две булки нам одной хватит у нас получается вот такая ну черный и белый и селёдка блин слушай она такая ароматная ты будешь селёдку ну я может я подожду пока ты раздел но я просто буду резать сегодня не хочу чистить просто хочу быстренько порезать селёдочки она очень ароматный что-то так резко 145 не цена такая же очень резко мне метро к метрополису подъехали и захотелось селёдки взяла девочки лавровый лист держи одну пачку туда так чистящие средства сторонку по 18 рублей вот такой аос туда точно надо по 69 рублей мне кажется он это мы все за фурибали такой вот козы по 200 чем-то рублей давай одну сюда поставим одну туда она держит но у вас там целая пачка новая вчера покупали это запас девочки запасаться надо помаленьку помаленьку такие вот супчики взяла пять штук и взяла вот такой чёрный перец по 28 рублей две пачки я взяла кстати на одну туда тоже вот этого перчика перчика все так сейчас я выгрузил мы сейчас будем быстренько кушать потом надо все убирать наводить в порядке работать не початый край так что ты ждешь селёдку ну все буду селёдку чистки покупки у нас начистила девочки селёдочки вкуснятина одна селёда селёдочка осталась я две почистила одну виталий туда потому что сестра с мариной уехали в общем нету никого у нас там только виталия здесь только я с мужем у мужа на десерт халва кстати вкусняцкая халва знают на что вкусно пробовал конечно кто-то написал девчонки что не не будет такой как раньше халва может быть но она тоже вкусно так что каша на гусятине и селёдка приятного аппетита кто кушает покушала попила кофейку сытая девочки собралась заниматься сразу девочки прям сразу поела и все и сразу занимаюсь делами вот тут не лежу никогда не лежу после обеда муж лег спать потому что он рано встает он уставший решил в общем отдыхать я бы отдыхать матвейка тоже уснул дороге а я пришла сюда у меня здесь имеется вот такой у вас контейнерок кстати вот эти девочки контейнера называлась светофоре и они были по 200 чем-то рублей сейчас они уже до 300 с лишним что или около трех нет 300 с чем-то до в общем подорожали контейнера удобные у меня тут под игрушками один и под вещами детскими три контейнера у меня есть еще бочки в общем я хочу сюда служить вот это вот вот это вот вот этот рис девочки вчера сварили кашу рисовую писали по 38 рублей такая цена если не поехала говорю пока не расхватали надо брать потому что в магазинах рис намного дороже намного дороже девочки так что кто-то напишет опять опять хватает хватает хотелось был прошлое видео в когда закупку делала не в прошлом в общем не знаю вот видео недавно было у меня мы ездили закупались закупались мы в доброцене убрали брали крупу ячневая или как она пшеничная крупа там до 3 килограмма макароны макароны вот эти вот такие макароны 5 килограмм и одна женщина она не видела таких фасовок больших что куда вроде жуки съедят так вот я скажу нашему матвею два года будет в ноябре девочки вот это вот спагетти вот это спагетти с прошлого с прошлого с прошлого с прошлого этого кто называться кризиса вот как кризис ну кризис же наступал девочки брали мы всего брали папа ногу и вот эти вот макароны вот эти спагетти у меня лежат получается у меня здесь лежат здесь у нас охладно они упакованы вот два года почти и ничего не сделать ни в кишке здесь не завелись ничего у них есть срок годности не знаю в чем какой у них срок годности 5 килограмм вот пожалуйста я как говорится не переживала если даже срок годности выйдет у нас есть собаки я кашу свою кашу крупа у меня было когда есть а вот когда нету и в магазин не сходишь сейчас заходила читала комментарии пишут женщины все ли у нас работает пока девочки не знаю очень по тем магазинам которым я съездила они работают слава богу ну что вот получается у меня вошло видно да вот пожалуйста рис у меня сюда вошел с поверьте вошли сейчас я вот эти вот пачки в этой коробке у нас не маленькая кушают все хорошо варится все это девочки уйдет очень даже замечательно пишите девчонки кто делает большие запасы кто-то так кто-то удивляется таким запасом и говорит а зачем затем всегда вот сколько мы живем всегда у меня был запас у нас никогда нет такого чтобы у нас не было не было ну вот сахар кончился же значит значит было значит есть такое вот кончился сахар ну слава богу мы его съездили купили так что сахар тут девочки смотрела значит даже сахар страшно брать сейчас все страшно есть вот пишут ой да не берите другой не бить сейчас девочки сейчас жить страшно сахар как его производят что у него добавляют самый свежий сахар это когда изготавливают его из первых в общем свеклы его делают и в общем первый вот первая партия в общем сентябре или в октябре вот этот вот но на сахаре не написано же срок срок когда его выпускает а вот уже следующие партии идут там что только не добавляют уже смотрела на тик токе одна женщина писала что она в общем там работает и сахар страшно есть потому что там и хлорка и в общем там такое состав страшно в общем кто знает это конечно может даже не ест этот сахар так что ну что куда деваться так что мы люди привыкшие привыкшие привыкаем привыкаем ко всему так что вот так вот 5 килограмм у нас две собаки макароны вот на бульоне на костях муж или я варю дети варили вот так вот вот закинул считай половины нету 5 килограмм это смешно 10 вот таких пачек так что какой у нас сегодня запасик но это мне не поднять кстати контейнер неподъемный оказался я хотела по убирать в общем у меня здесь у нас здесь есть холодная комната я хотела там организовать в общем у меня здесь шкаф стоит у меня в этом шкафу тут тоже вот так же немножко продуктов немного там у меня рис еще кое-что тоже вот и все туда в общем убрать масло масло все-таки я не купила но будем покупать позже потому что масло надо брать 5 литровыми бутылками макароны еще вот такие вот взять кстати крупу которую прошлый раз я вам показывала ячневая или пшеничная не помню я его не варила девочки обалденно уже в магазине уже нету и уже разобрали так что все разбирают все хотят кушать так что то кто не ест но это как говорится очень даже вам везет мы едим ну и любим есть и все хотят и собачки и кошечки так что так что запасы приходится делать чтобы было чтоб не заглядывать то вот так вот закроют магазин ответе пишут дамы работают нет магазин закроют девочки магазины никуда не сходишь а тут запас слава богу консервирование мы делали летом банки стоят тыква у нас есть картошка то ну в общем все равно по понемногу не такие уж хранилища но по чуть-чуть конечно все имеется так что вот такие девочки дела я думаю все всем понятно но я на этом попрощаюсь у нас на улице уже темнеет хотят время еще пятый час сестра ездили по делам с мариной они сейчас приехали тоже недавно недавно приехали так что так что они там делами занимаются делают я здесь сейчас тоже доделаю что мне надо убрать меня там подушки продукты но это конечно таскать не буду это уж потом позже тут у меня телевизор лежит я хотела навести порядке в этой комнате телевизор девочки этих телевизоров было вон еще стоит большой мы не смотрим мы не смотрим так что два телевизора здесь получается в общем работа и непочатый край кто-то писал девчонки обои вчера клеила обои да все ли на этом или ты будешь продолжать но вот на сегодняшний день девочки у меня просто нет сил и сегодня бы я не смогла никакие обои клеить так что посмотрим я надеюсь что до нового года я поклею все-таки хотя не знаю хотя я не знаю как мне поступить вот эта стена получается да в том доме кто вчера видео смотрел ты видел да здесь светлые обои здесь получается те старые остались но их надо убирать конечно то ли купить мне какие-то обои с рисунком поклеить на эту сторону то ли вы просто заклеить этими же обоями эти обои были куплены в каменске когда мы ездили тогда столе я их покупала ну они у меня лежали они как говорится только планировала потом я планировала здесь что-то сделать в общем думала думала и вот и так и так и всяко значит по-разному потому что везде все надо делать и и сил нет моих но в общем со временем все равно все сделается потихоньку так же потихоньку девочки потихоньку потому что у меня сил нет муж с больничного и такое ощущение вот сегодня вот он я не знаю я крут и вообще чем-то там капали что тебе то у тебя такое состояние он ведь я сегодня лежу на капельнице у меня голова кругом идет и вообще чем там колют хрен его знает так что уж простите простите что-то говорю но вначале вроде как легче было сейчас что-то непонятно в общем я сегодня подрастроилась я грунт давай уже отдыхай потому что ну может ранние подъемы потому что рано вставала на электричку получается туда-сюда вот с этим лечением и получаться как-то не лечение уставание одно то что так девочки у нас такие дела рассказала пишите свои вопросы свои отзывы там все пишите как вы живете что вы делаете что вы кушаете что вы варите ну что у меня с этим проблема проблема да уже вот несколько дней но я думаю вот и то и другое и 5 10 у меня осталась селедка я убрала ее в холодильник так что завтра может быть селедку под шубой сделаю кстати она никогда не надоедает вкусненько каждый день что-то варить надо каждый день какая-то работа в общем какие-то дела так что я думаю у каждого так все всем пока пока всем огромное спасибо до скорых встреч